Оздоровительный комплекс «Спутник» – традиционное место встречи специалистов системы образования России в области педагогики и психологии. Этот зал ровно на неделю превратился не только в площадку для обсуждения актуальных проблем в этой научной сфере, но и в театральную сцену, на которой сильнейшие психологи со всей страны показывали особенности своей работы, применяя игру с куклами, музыкальные опыты и другие интересные методики помощи детям и взрослым. За 10 лет психологическая служба в Российской Федерации приобрела новое звучание. Сейчас мы, сегодня уже у нас будет обсуждение концепции психологической службы, очень важный документ, который будет приниматься именно по всей системе образования, связанной с психологией, с работой психолога. Наш конкурс, как всегда, показал очень высокий уровень профессионализма, мастерства, желания работать, с самодачей, даже где-то самоотвержение именно ради профессии, ради детей, ради чего мы все работаем вместе в школе. Своим опытом делились и сочинские психологи, работающие в детских садах, школах, вузах, а также в Центре педагогической диагностики и консультирования. Ведь согласно новым стандартам, в любом образовательном учреждении должен быть психолог, который поможет учащимся не только решить проблему, но и постараться обойти ее стороной. Возможность увидеть и применять передовые технологии психологической работы – это большой плюс для психологов города Сочи. На этом форуме ежегодно мы можем познакомиться с самыми передовыми технологами в области психологии. Помимо обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов по развитию учебных программ, участники форума представили свои универсальные методики работы. По итогам 8-го Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ победу в одной из номинаций одержала сочинский специалист Ольга Папандопула. Она же стала и лауреатом конкурса профессионального мастерства. А лучшим педагогом-психологом в этом году стала Наталья Филимонова из Республики Хакасия. Я представляла свою программу «Экология души». Мы все знаем, как очень важно чувствовать себя гармоничной личностью, быть в гармонии с собой, с своим миром. И поэтому, мне кажется, это основное – сохранять психологическое здоровье детей с самого раннего возраста. Как признаются все участники форума, получать награды приятно, но вдвойне радостно за то, что их методики будут активно использоваться в системе образования и позволят дать правильное психологическое воспитание. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.